Тема номер 5 лекции «Основные эпидемиологические значения паразитарных представителей типа простейших, биология, патогенные действия, диагностика, профилактика паразитов класса жгутиковых». Цель лекции «Основные изучения патогенного действия жгутиковых простейших» — план лекции «Жгутоносы» и «Амблезлишмоносы» — это панасомосы и трехомонос. Жгутиковые древнейшие группы простейших, лежащие у курни родословного древа животного мира, связывающие животных с миром растения. Еще и в середине позапрошлого века известный русский биолог Ценковский указывал, что отсутствие резкой границы между жгутиковыми простейшими и одноклеточными водорослями действительно некоторые из жгутиковых, например, плена фитомоната с полным основанием пишутся как к типу простейших, к животным, к типу зеленых водорослей, так как к растениям. Одним из наиболее важных признаков используется в классификации произведения служат органоиды движения. У жгутиков это жгути или бычьи тонкие циоплазмические выросты. Они обычно находятся в переднем конце тела и отходят от особых базарных зерен. Пазарного тела или кинотосомых количество жгутиков у разных видов колеблется от 1 до 8 или более. У некоторых жгутиков или шмани и трепоносомых оснований жгутиков, кроме того, помещается особый органоид кинетопласт. В своей ультраструктуре он соответствует метахонду, но отличается высоким содержанием ДНК. Считается, что в кинетопласте происходит генерация энергии для движения жгутиков, которые совершают вращательные движения, как бы венчиваются в воде. У некоторых представителей класса жгутиков происходит вдоль тела, соединяясь с ним тонким выростом циоплазмы. Премянутый вырост или интулища мембрана совершает волнообразные движения, служит дополнительным органоидом движения. Тело жгутиков имеет микроскопический размер, покрытые пелекулы имеют относительно постоянную форму. Овальную, грушеводную и вилтонообразную характерную для каждого вида ядра клетки и пузырководную форму содержат дно или несколько ядышков. Обычно жгутиков имеют по одному ядышу ядро, но встречается двухъядерная форма. У многих видов имеется сократительная вакуолия. Паристическая форма на основном отсутствии пососового питания делится на три группы гидротрофные, аутотрофные и миксотрофные. Гидротрофные имеют пищеварительное вакуолие. Паристические формы всасывают пищу всей поверхностью тела основным путем пенаций тоз. Аутотрофные и органоидовое питание служат хлоропласты, а миксотрофные могут использовать для питания как они органические, органические вещества, что позволяет относить их к переходным формам от растений к животным. Разложение обычно без пола путем подольного деления на двое. У многих видов имеется половой процесс, во время которого происходит слияние двух форм. Слияние основных половых форм называется капулица. Жгутики обитают в пресне и в морской воде, реже его влажной почве, играют важную роль в жизни водоемов, в круговороте, веществ, в природе. Многие жгутиковые ведут паразитский образ жизни. Вакуолизм включает более 6000 видов. Возвращают одиночные, свободные, живущие формы, колониальные формы и паразитические формы. Также встречаются жгутоносы, которые являются паразитами человека. Самые известные из них трепоносомы. Они вызывают сонную болезнь у человека. Переносчиками трепоносомы являются муха-цеце. Некоторые трепоносомы встречаются в южноамериканских странах. Основным переносчиками южноафриканских трепоносом называют стриотомные клопы. Другие жгутоносы и паразиты из рода лишмани переносятся москитами и вызывают у человека такие заболевания, как кожные, ветеральные и кожно-следистые лишманиозы. Ветеральный лишманиоз в основном называется колазер и встречается в Индии. При некоплоприятных условиях жгутоносы образуют цисты во внешней среде. Служат также для расселения, например, у лямблез. Теперь рассмотрим болезнь лямблез. Лямблез основным был открыт профессором Харьковского университета лямблез в 1859 году. Основным классификацией они относятся к классу флагела, отряда дипломанит ДД, семейство гексоматиде типа лямбли. Лямбли – распространение заболевания, вызываемое произведом тонким кишечнике человека. Некоторые животные на залоге относятся к группе, которая не принимается во внемосном. Они относятся к забытой группе. Латинское название – Джиардиа. Заболевание основным лямблез. Лямблез основным лямблез распространен во всем мире, тропических и субтропических странах. По данным ВОЗ ежегодно лямблезом заражается около 200 миллионов человек. Основным азиатским странам, африканские континенты, латинская Америка. Интенсивность показатель на 100 тысяч населения в России 90, основным среди всего населения. 350 среди детей до 14 лет. В США в штате Вермонт – 42,3, в Нью-Йорке – 23, основным клиническим проявлением лямблеза регистрируется у 500 миллионов пациентов в год во всем мире. Лямблез бывают подвижные, основные называют вегетативные и неподвижные в виде. Цисты подвижные в форме лямблеза имеют 4 пары жгутиковых и присосков, с помощью которых прикрепляются к листой оболочке кишечника. Цисты в основном образуют цисты во внешней среде, и цисты являются основными инвазионными стадиями. Они, как правило, попадают в человека через немытые руки, через контаминированные овощи и фрукты. Основным локализируются двенадцатопильственные кишки. Время жизни в организме человека несколько лет, иногда заболевание привлекает бессимптомные возможности заносительства. Инвазионная стадия называется циста. Путь и проникновение переорально. Факторы передачи в основном в организм человека попадают немытыми овощами, фруктами, через грязные руки, не кипяченную воду. Некоторыми факторами в основном пути проникновения служат еще анально-оральный путь. Анально-оральный путь. И в основном могут передаваться от человека к человеку, в основном между детьми. Источник заражения в основном грязные руки, грязные воды, которые имеют цисту, повышенная чувствительность глиамблюза, связанность группы крови А, хлоргидрии, потреблением каннабиса, хроническим панкреатитом, недостаточным питанием, с имлодевицитом группы 19А и гипогомо-глобуно-лимии. Через грязные продукты, основном овощи, фрукты, цисты попадают в речи, очень часто попадают. Мухи основно являются активными переносчиками цисты. В морфологии разминок тела колеблется от 10 до 18 микрометров характерна. Особенность наличия двухсторонней симметрии. Тело грушевидной формы, передний конец расширенный, закруглен задний, сушеный, заострен. Имеет 4 пары шкотиков, 2 ядра. Между ядрами лежат 2 опорные нити аксустили. На вентральной стороне есть присоединительный диск питания, астматические, способные к образованию. В зрелие цисты имеют овальную форму, 4 ядра, несколько аксустили. Цикл развития. Особенно люди заражаются через кантомированные овощи и фрукты, или через воду, которые имеют стадию цист. При попадании циста, например, через кровеносную систему попадает толстый кишечник. В толстом кишечнике они делятся надвое, 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 инсестируют. После инсестирования они превращаются в цист. Циста попадает с фекалиями во внешнюю среду и кантомирует овощи и фрукты, и воду. Через воду попадает к восприимчивым человекам. Цикл развития повторяется. Болараптерицы повторяются. Эпидемиология и клинические проявления. Патогенез. Заражение основное происходит при употреблении пищи, загрязненной цистами продуктов. Особенно не подвергается термическому уродку фруктов, овощей, ягод и воды. А также поедание рук при предметах домашнего обихода, заражения цистами. Дети часто болеют лямблезом. Особенно от 1 до 4 лет. Лямбли могут быть при одной из причин хронического доводения у детей. Лямбли может вызвать диарея путешественника. Потому что туристы обычно часто заражаются лямблезом. И у них называется диарея путешественника. Особенно вызывает диарею у туристов. Симптомы основного. Боль в верхней части живота или живота. Вздутие живота. Урчание. Тошнота. Запор. Чередующиеся диареи. Дискнизия. Джеджи выдающих путей. Атопический дерматит. Общая слабость. Утомляемость. Разражительность. Потеря аппетита. Головная боль. Головное головокружение. Плохой сон. Особенно в лямблезе появляется прожденный и адаптивный иммунитет. Адаптивный иммунитет. То есть приобретенный иммунитет. У людей частыми инфекциями лямбли. Особенно с дефицитом иммунитетом глобулы. Она может развиваться хроническое заболевание. У детей с острыми инфекциями антиген наблюдается река иммунитетом глобульного класса G и иммунитетом класса A. Специфический антиген лямбли. Джесси А-65. Это макромолекула, которая выделяет или находится в самом паразите. Этот антиген является основным фактором для сферологической диагностики лямблеза у людей. Лабораторная диагностика – это капрологический диагноз. Основным исследуется стул, который находится в стадии трофозоид и цист. Энтеротест – полный метод для забора проб из девяностоперстной кишки. Сирологический диагностический набор ИФА называется проспектит, джердия кит. Этот тест основным выявляет антиген лямбли в калии человека. В калии человека и другие ИФА-методы можно обнаруживать иммуноглобулин класса G и иммуноглобулин М. Молекулярный метод – это ДНК-зонда с помощью полимерозно-цепанной реакции. Он используется для выявления позитарного генома в родце кала. Дифференциальная диагностика – это основным мы дифференцируем диарею пассажиров или непереносимость лактозы, воспалительные заболевания кишечника, криптоспоридезы, тропических спру и синдром раздражительного кишечника. Профилактика – не использовать питовую сырую воду, не глотать воду во время купания в пруду, тщательно мыть руки. Основные овощи и фрукты следует тщательно промыть протопроточной водой и обработать кипятком, не использовать животных, не контактируясь с животными. Следующее заболевание – это Лишманиус. Лишмани являются природно-отчуговыми заболеваниями, которые они передаются через москитами. Москиты являются основными векторами периодича заболеваний к людям. Лишманиус основной распространен в старом свете и в новом свете. В старом свете основном вызываются москитами рода с флеботомус, в новом свете вызываются москитами лицомия. Лицомия – это природно-отчугово-трансмиссивное заболевание. У Лишманиуса есть три вида – витцеральный Лишманиус, кожный Лишманиус и кожно-слизистый Лишманиус. Витцеральный Лишманиус основной вызывается в группе комплекса Лишмани-Донавании. Кожный Лишманиус основной вызывается в группе Лишмани-Тропика, Лишмани-Этопика, Лишмани-Мейджер, Лишмани-Мексикана. Кожно-слизистый Лишманиус основной вызывается в группе Лишмани-Бразилиэндис. краевских predictor Лишманьоз старого света и Лишманьоз нового света. Лишманьоз старого света включает Лишманье Дановане, Лишманье Инфантум, Лишманье Тропико, Лишманье Мейджор и Лишманье Иотопико. Лишманье нового света, Лишманье Брезилензис, Лишманье Мексикана, Лишманье Шагаси и Лишманье Перуяна. Основная стадия имеет две стадии, стадии Промастигот и стадии Амастигот. А мастигот развивается в теле млекопитающих, а промастигот развивается в теле основ переносчиков у москитов. То есть инфицированные москиты при основном при питании в крови, они выделяются в средней стадии промастигот. Промастигот попадания в кровь человека, они разносятся, например, в внутренние органы или большой кровной поток и превращаются в основном инфицированные клетки. А мастиготы в основном делятся на двое на организме человека. Восприимчивый москит при основном всасывании крови, они попадают в стадии амастигот. Амастигот в основном амастигот мигрирует в средней кишке, основном у москитов и трансформируется на промастигот. Промастиготы в питании крови заносятся к восприимчивому человеку и циклу развития основном повторяется. Повторяется, у нас есть три клинических формы. У Лишмани кожный, его называют болезнь бороздкого и пензенская язва, и кожно-слистый, например, Лишмани, его называют испонтия, и вицеральный Лишмани, его называют кала-азар. У нас есть два представителя, представители Лишмани вицеральной группы и Лишмани дерматропной группы. Представители Лишмани вицеротропной группы, это латинское название Лишмани аддоновани, его называют индийские группы, и его различают основном в Индии, его называют в народе кала-азар, черная болезнь, Лишмани инфантум, средноземноморский Лишмани. Заболевание различает индийский, калазар, черная болезнь и середноземноморский. Морфологическая особенность размера тела варьируется от 2 до 4 до 8 микрометров. Основным они являются внутриклеточными паразитами. Локализация в теле человекосновом клетки кровотворных органов краснокостный мозг, печень, селезенка, лимфатические узлы. Лишмания донавания поражает взрослых людей. Лишмания инфантом поражает детей. Во время жизни в организме человеком несколько лет. Инвазионная стадия жгутиков форма Лишмании. Путь к кровообранникновения трансмассивный, его называют инокоррутивным путь. Факторы передачи в организме человеки попадают при укусе москиты. Источник инвазии. Источником возбудителя болезни является болной человек, основной, который переносит Лишмания донавание. Больные пиццеротропными Лишманиями. Человеки-животные, собаки-шакалы-листья, которые вызываются видом Лишмания инфантом. Лишмания инфантом. Это висцеральный Лишманиоз. В основном у детей вызывается видом Лишмания инфантом. У них, как правило, воспаляется печень. Из-за этого у них набихает живот. Клинические проявления индийского и средноценноморского висцерального Лишманиоза схожи. Инкабоционный период длится от 3 недель до 3 лет. Стойкими симптомами висцерального Лишманиоза является увеличение утолщения печени и слезенки фактических узлов. У детей основным бывает Лишмания инфантом. Его называют инфантильный Лишманиоз. Представители основной Лишмани термотропной группы. Латинские названы Лишмания тропика минер, Лишмания тропика мейджер, Лишмания тропика мексикана. Заболевание основным Дерматропной Лишманиоза классификация основана на ряде характеристик антигенной и изоферментной, другие биохимические признаки скорости роста ин витро и экспериментальных моделей экологии возбудителей. Морфологическая особенность размера тела варьируется от 3, иногда до 8 микрометров. Они являются внутриклеточными паразитами. Локализация тела человека в основном в клетках кожи Лишмания тропика минер, Лишмания тропика мейджер. Во время жизни в организме человека несколько месяцев несоперенесенное заболевание дает ему детство на всю жизнь. Инвазионный саджер, жгутиковая форма Лишмании. Пути прогновения трансмиссивные, его называют иногда инаккуративные. Факторы передачи в организм человека подают через привкусие инвазируемого москита-источника инвазии. Больной человек, который болезнь Лишманием тропика минер. Больные человек или грузуны, которые вызываются Лишманием тропика мейджер. Грузуны и другие дикие домашние животные, вызываются Лишманием тропика мексикана. Природным резервуаром являются грузуны. Кожаный Лишманиз в основном делится Лишманиз на старого света и нового света. Существует два типа кожаного Лишманиз на городской, его называют антропонозный. Вызывается видом Лишмани тропика минер. Сельский, его называют занозный. Вызывается видом Лишмани тропика мейджер. При антропогенном кожаном Лишманизе каббационный период длится от 2004 месяцев до 2 лет. Выделяются следующие виды заболеваний. Первичный лишмонез. В основном включается стадия бугорка, стадия раны, период рубца. Второй обычный лишмонез. Третий диффузно-инфильтративный лишмонез и туберкрудник кожный лишмонез. Кожный лишмонез. Инкубационный период кожного лишмонеза нового цвета длится от 2-3 недель до 3 принципиальных различий в клинической картине кожных пораженных при лишмонез старого нового цвета нет. Известно нескольких форм кожных лишмонеза нового цвета, которые имеют ряд клинических и эпидемиологических особенностей. Основной постколозарный кожный лишмонез. Основной постколозарный кожный лишмонез это рецидив злокачественного кожного лишмонеза, который может возникать при коже людей, поражения вперед, в нескольких месяцах до 20 лет, может частичное лечение. У тех, как считается лечением даже адекватного лечения в Судане, они могут встречаться до 60% в различных случаев. Они проявляются в виде гипопигментированных кожных поражений, например, пятен, папул, узелков или покровных покраснений лица. Основной постколозарный кожный лишмонез. Следующий кожный слизистый лишмонез. Водителем является лишмонез. Бразилия эндзис. Резервуар возле телесные крысы и мыши. Зарегистрированы в западных и северных регионах Южной Америки, Бразилии и Центральной Америки. Язвы могут появляться через несколько лет после заживления кожных язв, заболевания мягкого неба, глотки, слизистоболочки носа с язвами. Его называют насморк, гортания, трахея способствуют вторичному инфицированному обострению процесса. Изредка появляются рубцы, меняющиеся форму лица, непорожденные носовые перегродки, голосовые связки. Голосовые связки. Диагностика. Основные микроскопические исследования. Висцеральный лишмонез. Иногда обнаживается в мозгах густым каплем крови. Выявление лишмонеза в препаратах костного мозга наиболее информативно. До 95-100% положительных результатов пункта костного мозга. Вречивается для получения культивированного сбудителя. Промастиволитов выявляется в среде анодена. Иногда прибегают к биопсии лимфатических узлов в слизи и печени. Лизи и печени. Кожный лишмонез. Основным осмотром ногтей до дна язвы или периферические инфильтраты. Сирологические методы исследования. Основным используются реакции связанных комплиментов и иммунофементный анализ. Основным при диагностике методом зимодемы для определения лишмонеза является сравнительный реакционный анализ кинотопластной ДНК. То есть обнаруживается ДНК при молекулярной диагностике. Основным можно проводить биологические тесты на заражение химиком. У взрывающих в заположительном внутрикожном тесте основным лишмонеза лекция Монтенегра. И можно проводить гаммограмму. Следующее заболевание это трепаносомоз. Трепаносомоз это род одноклеточных паразитов. Естественно резервуар это мелькопытающие переносчиками. Насекомыми являются трепаносомой брусей является мухацацэ. Сонная болезнь. Трепаносома грузии. Основными переносчиками являются триатомные клопы. Они вызывают болезнь Шагаса. Болезнь Шагаса. Основное развитие эпимастиготной стати. Она называется кишечника насекомого. Трепомастигот. Трипомастигот. Амастиготная форма основная развивается в теле человека. Эти паразиты основной выделяют антигены. Этот антиген защищает иммунную супрессию и иммунную защиту человека. Во включении генов ответственности с гликопартииновой мембраны, с семянами гликопартииновой мембраны не формируется. Адекватный иммунный ответ путь заражения трансмиссивный и трансплакцентарный путь. Африканская трепаносома трансмиссивная болезнь. Трипаносома передается через Муха-ЦЦ, распространенная основная в западных и восточных африканских странах. Форма африканского трепаносома человека. Трипаносома Бурсиэр-Гампиенс. Это возбудитель. Основный мекобационный период 2-3 недели. Основный 90% случаев, зарегистрированных случаев, бессимптомные течения, в течение нескольких лет, появление на поздней стадии. Трипаносома Бурсиэр-Оденс. Это возбудитель сонной болезни человека. Трипаносома Бурсиэр-Гампиенс. Они являются возбудителями сонной болезни человека. Трипаносома Бурсиэр-Оденс. Это инкубационный период лица от 1 до 2 недель. 2% случаев, зарегистрированные случаи. Острое начало бывает. Клинические появления через нескольких недель или месяцев. В обоих случаях поражается центральная нервная система человека. Клинические признаки это гемоалимфатическая фаза, кровь и кожа, лимфа. Основным появляется, когда насекомые питаются кровью, а потом появляется трепаносомный шанкер. Вместе укусы сохраняется до нескольких дней. Появляется лихорадка, к вечеру температура самая высокая, волнообразное течение лихорадки. Появляется лимфоденит, увеличение лимфоузлов заднего треугольника. Они ассоциируются с симптомами Винтерборна. То есть полимборна цепь появляется. Трепаноидные цепи называют кепатососпленомегалия. И отеки появляются у людей. Неврологическая фаза слабости, утомляемость, заторможенность, головные боли, локализация высочной области, спутанность сознания, нарастающая сонливость, нарушение психики, тремор, судороги и кахексия. В основном для диагностики трепаносомы исследуются микроскопические исследования в крови. Микроскопические исследования, например, центральной нервной системы. То есть для выявления трепаносомы используются пункция и люмбальная пункция. То есть поясничный прокол. То есть для ранней диагностики мы используем пункцию и люмбальную пункцию. Американский трепаносомос распространяет преимущества Латинской Америки. Основные пути передачи трансмиссивные, гемотрансфузные и транспецентарные патогены. Основные внедрения трепаносомы, местная воспалительная реакция вызывается, или фаденопатия, гемотогенная диссиминация, поражение органов в мишени. То есть, например, сердце, скелетерные мускулатуры и нервные системы. Основные бывают они острые формы, хронические формы. Клиническая форма в основном протекает бессимптомно. Клинический призинкубационный период длится до 14 дней. Первичный аффект Чагома появляется до 2 месяцев. Появляется инфильтрат темно-красного, плотного света, конъюнктивит, чаще односторонний. Отек век лобной и височной области. Симптом Романа. Симптом Романи. В основном четырех недель бывает генерализация. Генерализация, лихорадка 140 градусов, продлится до 8 недель. Мелкая сыпь, гипосплата, самоспленная магия, сердце, расширение границ, нарушение ритма. Ритма сердечно-соответствия, хронические поражения, миокарды, нарушение гемодинамики, дилетация сердца, формирование аневризма, тромбоэмболии, нервная форма, судороги, параличи, порезы, нервных сплетений внутренних органов, мегаэзофагус, мегастрюм, мегаколон. Основным это отек верхних век. Основным называется симптом Романи у американского требования самого запрофилактики. Прискован водом, предлегающих территорию лечения домов для предотвращения заражения с переносчиков болезней. Принятие индивидуально-профилактических мем, соблюдение належащих режимов гигиены, скрининг доноров крови, тестирование доноров, скрининг новорожденных детей, и других возрастных групп. Следующее заболевание это трихомонез. Трихомонез, они относятся к инфекциям, которые передаются через половым путем. Одна основная бозионная стадия называется трофозоид. Трофозоид основной попадает при сенсуальном контакте основной одной из наиболее распространенных заболеваний в мочевой тракте. Занимает первое место. Одинаково часто поражает мужчин и женщин. Этиология основной доклиточной простейшей класса жгутоносцев. Трихомонады в организме человека протестируют в виде трех видов, а именно кишечни, ротовая, урогенитальная. Передача происходит у взрослых лишь только половым путем. В 90% случаев выявляется поражение мочеупускания канала. Однако не менее у 5% выявляется из-за изолированного поражения мочеупускательного канала. Основным трихомонезом болеют женщины. Большинство случаев мужчин являются носителями. В основном во всем мире каждый день инфицируется около 1 миллиона человек. Незалеченные инфекции, основном передаваемые половым путем, могут привести к серьезным осложнениям, таких как бесплодие, внематочная болезнь или смерть. В большинстве случаев это так происходит при трихомонезе. И трихомонез может ассоциировать, если не лечить трихомонез, тогда могут развиваться ВИЧ-инфекции. Основным трихомонезом является аэнеробными паразитами. Паразитами они живут в основном половой системе. Половой системы у человека. В большинстве случаев они обитают во влагалище, щеке, матке. У мужчин в предстательной железе, семенных пузырьках. У ретро поражается у обоих. Основным полов профилотказным использованием барьерных методов контрацепции. Пропаганда здорового образа жизни. Личный гигиен. Регулярное обследование гинекологам на инфекцию, передающуюся половым путем. Проведение санктально-гигиенических мероприятий. Синтерна-просвидительная, воспитательная работа с населением. Скринник активный с криниками. С обследованием на трихомонез проводится всем стационарным гинекологическим барьерным. Беременным находятся на учете. В больнице сотрудникам дошкольных организаторов, детских больниц, родительных домов, приютов и интернатов. Классификация основным бывает свежий трихомонез, хронический трихомонез и трихомоносительство. Основным подогнать интенсивность инфекции, реакция влагалища, содержимое мышца, сопутствующие флора, физиологические состояния. Слизистых оболочек инкубационный период длится от 5 до 15 дней. При остром течении все признаки воспаления, ухудшение общего состояния, появление обильных выделений из влагалища, неприятным запахом, сильный зуд наружных половых органах, может быть очищенные болезненные мучиоспускания. Иногда возникают боли внизу живота. При подостром течении ситоматические стерты, а выделения незначительные. При торпидном форме клинические проявления практически нет. Стертые признаки в виде пятихиарных крови из лианина, слизистой оболочек, лищейки и матки видны только при кальпоскопии. При кальпоскопии клинические мочи, половой трихомонез наиболее сложный для доноски лечения форм трихомонеза смешанный бактериопортозойный процесс, поскольку трихомонеза – резервуар для хлиомидии, уреоплазм, канукокков, стафилококков и других флор. В виде моноинфекции основной в виде бывает в 10% случаях диагностика, основное микроскопическое исследование мозга из заднего свода влагалища чувствительность до 70%. Микробические выделения культуры влагалища трихомонада чувствительность превышает 95%. Методы амплификации нуклеиновых кислот чувствительность превышается к 100%. Также возможно определение трихомоноза при тистологическом исследовании. Можно трихомонозы, например, проречивать определенные питательные средства, они являются золотыми стандартами для определения трихомоноза. Это использована литература. Спасибо за внимание.